Огромные цветочные часы расположены напротив Национальной галереи Виктории в садах королевы Виктории и содержат более 7000 цветущих растений которые меняются дважды в год Часы были подарены в 1966 году Мельбурну группой швейцарских часащиков И мы идем на выставку, которая называется Тренал Она бывает в Мельбурне раз в три года Бронзовая скульптура длиной 8 метров Отлита, называется «Женщины ловят угря» Мы у входа в галерею На стеклянном входе с бегущей водой проект Жулиана Шарьера Он использует скульптурные объекты Как движущиеся, так и неподвижные Для исследования связей между экологией человеческой деятельности и времени В этой работе контрастные элементы Монументальный фонтан и огонь Отражают сосуществование оппозиционных сил Символически для художника вода олицетворяет жизнь Фонтан – стремление человечества А огонь означает рождение цивилизации Но также и потенциальное разрушение Выставка огромная 140 художников Ткачество – это одно из старейших человеческих ремесел Вневременной, фундаментальный вид искусства Который определил способ взаимодействия людей с окружающим миром Мундира – это огромное, 100-метровое плетеное произведение искусства Символизирующее необычайные возможности человеческого разума и духа Красота и амбициозность этой крупной инсталляции На создание которой ушло почти два года Отражают творчество и сотрудничество Которые лежат в основе искусства и культуры Бурары Бросая вызов капиталистической колонизации Красоты и идентичности чернокожих Тиф Месси отвергает евроцентрическую эстетику в рекламе Ориентированной на чернокожих женщин Он предлагает зрителю разобраться с неприятной правдой О широко распространенных расовых предубеждениях Присущих нормам красоты нашего общества Каждая из этих 22 традиционно черных причесок Является свидетельством культурного значения черных волос Символа сопротивления и стойкость Картина Месси разворачивается на фоне салона Изобилующего белыми манекенами Напоминание о повсеместном использовании в индустрии красоты Бледных моделей для продажи товаров для чернокожих женщин Войтых Коваржик вдохновлен мотивами, символами и повествованиями из древнегреческой и римской мифологии На каждом из трех больших полотен, составляющих судьбы, Коваржик изображает трех древнегреческих богинь судьбы Антропоморфные скульптуры и инсталляции Хью Эйдена Возникают из глубокой связи с природой и ее органическими материалами Превращая спасенную древесину, наполненную историями травм, преследований и выживания В трогательные метафоры афроамериканского опыта На протяжении последних 70 лет Шейла Хиггс работала с текстилем, чтобы бросить вызов традиционным границам между видами искусства Часто работая с натуральными материалами ярких цветов, Хиггс связывала ткала и завязывала скульптурные формы из шерсти льна и шелка Хиггс провела много времени путешествуя, живя и работая по всему миру, чтобы расширить свои знания о текстиле Лувани Кен хорошо известна своими крупномасштабными рисунками-тушью, на которых изображены охоты орлиц С момента своей дебютной осенне-зимней коллекции для французского дома моды Скиапарелли В июле 2019 года художественный руководитель Даниэл Росбери находится в авангарде современной модной культуры Переосмысливая коды дизайна и наследие инноваций, оставленные основательницей дома Эльзой Скиапарелли, коллекции Росбери отличаются смелой эстетикой и явными экспериментами Благодаря творческому процессу, который включает в себя рисование, цифровой калашин и мастерство от Элье, дизайнерский словарь Росбери подкреплен его верой в фантазию и близостью к концепциям сюрреалистического священия Эта презентация, охватывающая несколько последних коллекций, напоминает волшебный космос, в котором сталкиваются исследования техники, формы и декора от трехмерной вышивки и бисероплетения до скульптурных объемов и позолоченных анатомических мотивов Работы Росбери одновременно творческие и иллюзорные, бросают вызов всем клише высокой моды и одновременно демонстрируют артистизм, лежащий в основе этой дисциплины Под руководством основательницы Эльзы Скиапорелли в период с 1927 по 1954 год Парижский дом моды Скиапорелли укрепил репутацию производителя художественного творчества и инноваций Нестандартная женская одежда Скиапорелли сочетала в себе экспериментальные материалы такие как акрил, целлофан и вискозный трикотаж с изобретательными застежками, эффектами-обманками, смелыми принтами и остроумными украшениями Ее тематические коллекции, основанные на сюрреалистическом мышлении включали сотрудничество с друзьями-художниками Сальвадором Дали, Жаном Кокто А ее сотрудничество с Мейсон Лесач создавало изысканные, сделанные на заказ вышивки отражающие ее собственные интересы в астрологии и природе Возрожденный в начале 21 века Скиапорелли сегодня возглавляет Даниэл Роузбери чья работа продолжает опираться на основополагающее наследие инноваций и ремесла Отсвели уж давно хоризонтемы в саду Этот проект представляет жизненный цикл цветов на сверхскорости в замедленном режиме и показан как в прямом, так и в обратном направлении На фоне диссонирующего, звукового ландшафта видео снова и снова демонстрируют нам завораживающие метаморфозы цветов от цветения до увядания Прославляя каждую стадию генезиса растений и их окончательного упадка Цветы – символ одновременно праздника и скорби исторически использовались для обозначения жизни, смерти и течения времени Время увядания дает возможность задуматься об их значении как для культуры, так и для окружающей цветы Вопреки биологическому жизненному циклу цветов и растений 130 цветов, отлитых из смолы в хаотическом саду отражают экзистенциальное стремление сохранить красоту и противостоять гниению Находясь в неоднозначном состоянии, где-то между жизнью и смертью Цветы Макотта блокируют биологические образцы во времени приостанавливая жизненный цикл цветов на пике их визуального великолепия Блок Флауэрс позволяет нам оценить красоту каждого вида и созерцать конкурирующие ценности бессмертия и временности Исследуя интерактивный хаотический сад Адзума Макотта занимается цветочным бизнесом с 2002 года и является владельцем цветочного магазина высокой моды в Токио Продолжает представлять экспериментальные работы в музеях, галереях и общественных местах Как я помню, и так и за рубежом Масштаб его работ варьировался от огромных ботанических структур до микромира где цветы сканируются с помощью рентгеновской технологии А это компиляция подсказок, которые художник Райна Гендер предлагает зрителю Огромный потенциал искусства заключается в его способности оставаться открытым и сопротивляться закрытию, объясняет художник Бутик-магазин в музее Это тоже экспонаты искусств Цены здесь очень завышены, я так считаю Но тем не менее вещи там интересны И наконец наше сознание с Олегом устало впитывать всю эту информацию Нам надоело созерцать искусство И мы решили пойти заказать себе кофе Чай я пила И перекусить немножко Конечно же, Олег захотел пирожное Мы с минуточком поделили это пирожное пополам Смотрели на людей вокруг И просто отдыхали Потому что мы не посмотрели даже десятую часть Наверное, только 6-5% из того, что там выставляется, смогли осилить Но, посидев в кафе, набравшись опять сил Мы пошли снова На выстрел Мы снова отправились Впитывать искусство Илана Селви Репрессивные границы в качестве форм сопротивления и протеста Джейден Мур Исследует понятие памяти, ностальгии и символизма Посеребренные сервировочные блюда Составляющие эту монументальную работу Приглашают задуматься о меняющейся роли этих предметов в нашей жизни Умело спаивая вместе более 150 подносов Датируемых 1920-80-ми годами Мур находит новое симфолическое применение устаревшим предметам И вышедшим из гуды стилем Пережитки ушедшей эпохи Подносы Когда-то составляли основу социальных ритуалов Утренних чаепитий, посиделок и вечеринок Где декоративный предмет отражал вкус, статус и желание своего владельца Произвести впечатление Наверное, он скупил все подносы у бабушек Того периода Да, красивые были когда-то подносы Серебряные Резное дерево Резное дерево несет в себе ощущение происхождения материала Напоминая нам о дереве, которым оно когда-то было А сами море вырезает человеческое тело в органической форме 120-летнего камфорного дерева Этот возраст значителен, отражая возраст самого старого из ныне живущих людей Подчеркивая эфемерность человеческого существования Дерево с его короблениями, трещинами и несовершенствами становится неотъемлемой частью произведений искусства Как будто оно возвращает себе человеческую форму Камфора имеет богатую историю Благодаря своему ароматному запаху Она использовалась в качестве бальзамирования и лекарств химических веществ в производстве Оно воплощает целебные силы, заложенные природой Шара Хьюз рассматривает свои работы как отражение своего психологического внутреннего мира Она предполагает, что один цветок может быть автопортретом В то время как пейзаж больше похож на уменьшенное изображение того, что происходит лично или эмоционально Мы насытились информацией Нам очень повезло в этот день, что мы запарковались прямо напротив Национальной галереи Виктории Нам повезло, но мы видели там ходил бюллетер, который развешивал тикеты на машины ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА